22 июня день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Миллионы жителей России и других стран приняли участие в мемориальной акции свеча памяти. В музее победы Сергей Нарышкин с участниками встречи возложили цветы к скульптуре скорбящая и зажгли свечи в память о погибших. Там же в музее победы участники осмотрели выставку «Обыкновенный нацизм». Она посвящена истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения и до наших дней. Подлинные архивные документы и фотографии рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой. Львовский погром, Волынская резня, карательные операции против мирных граждан. В веке 21-м очаг неонацизма на Украине представляет огромную угрозу для России, Европы и всего мира. Это зло, уверен Сергей Нарышкин, должно быть искоренено. Специальная военная освободительная операция, имеющая целью и деноцификацию Украины, должна быть доведена до конца. Это, я бы сказал, высокая миссия России, современной России, такая же высокая, как и миссия, исполненная нашими отцами, дедами, прадедами, которые 80-летий назад защитили мир от германского нацизма. Благодаря поддержке Рио экспозиция пополнилась новыми экспонатами с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Как раз сейчас там работает межмузейная группа. В рамках мероприятий на Поклонной горе состоялся и телемост России-Белоруссии с участием госсекретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева, председателя Российского военно-исторического общества Вадимира Мединского и председателя Российского исторического общества. Среди тех, кто самым первым принял удар гитлеровских захватчиков, были и героические защитники Брестской крепости. Многодневная оборона немногочисленным гарнизоном крепости, находившимся в глубоком тылу противника, стала всемирно известным примером мужества, отваги и стойкости. Символом подвига героев Бреста по сей день служат знаменательные слова, выбитые на опаленных стенах крепости. Умираю, но не сдаюсь. В рамках телемоста была представлена книга о партизанском движении в годы Великой Отечественной. Она была подготовлена музеями России и Белоруссии. В ходе беседы собравшиеся в Москве и в Бресте были едины. В массовом сознании наших народов киевский режим, как бы он ни оправдывался и что бы ни говорил, неизбежно ассоциируется сегодня с нацистскими идеями. Для киевского режима героями являются не герои Брестской крепости, для них героями являются те, кто сражались за фашистов в той либо иной форме, коллаборационисты, Шухевич, Бандеры, прямые враги дивизии СС Галичина. Потому что 9 мая, я напомню вам, не является государственным праздником в территории Украины совсем. А 22 июня не является Днем памяти, потому что они сносят памятник Жукову, Аркасовскому, генералу Батутину, потому что они хотят забыть всю память о Второй мировой войне, полностью перепрограммировать, переписать сознание украинского народа. В завершении в стенах музея представители Российского исторического, Российского военно-исторического общества и Российского фонда мира подписали учредительный документ новой организации Фонда международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого. Международная премия будет присуждаться Фондом за деятельность, направленную на укрепление мира и международного сотрудничества, привлечение широкой международной общественности к делу борьбы за мир во всем мире, а также достижение благотворительных, культурных и образовательных целей, включая содействие позитивному восприятию России в мире. Служба информации Фонда История Отечества.